Последние приготовления перед выездом. Иконы, свечи, тёплая одежда. Когда-то это был просто старый автобус, годный на металлолом, сейчас первый в России. Автобус-храм. За рулём отец Андрей, настоятель Свято-Троицкого собора города Заинска. Это он всё придумал и сделал собственными руками. Подпрыгивая на живописной сельской грунтовке, священник рассуждает, гожили настоятелю в железках ковыряться. Я думаю, что... Ведь когда ты видишь, когда батюшка работает, это же тоже положительно. А то всё начинает там... Вот, папы не работают, ничего, мол, это... Не, ну может, есть батюшки, у которых другое послушание какое-то. У каждого, как говорится, своё. На ремонт и отделочные работы автобуса ушёл целый год. А батюшке пришлось ещё получать и новые права соответствующей категории. Деревня Гулькина всего в 30 километрах от города Заинска. Но добраться до храма получается не у всех. Значит, храм должен приехать в деревню. Мы очень рады, что они к нам приехали. Мы... Весь народ ждал этот автобус, когда же... И готовились, и пост держали. Бабушка, увидев знакомые образы на дверях, сразу интересуется, где пройдёт служба. В ДК или у кого-то дома? И долго охает, узнав, что к ним заехала церковь на колёсах. Здесь все поместитесь? Поместиться? Да, да, зайдите. Купол поставится, всё, панихидный столик, свечечки вот. А купола... Купол поставим наверх, увидите. Не-не-не, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Чтобы подготовиться к службе, уходят считанные минуты. Сначала поднять купол на крышу, закрепить, потом расставить церковную утварь. Ставим вот этот аналой, на котором изображено воскресенье Иисуса Христа, завтра праздник. Каждое воскресенье мы празднуем Малую Пасху. Вот и всё. Гулькинские бабушки приходят заранее. В отреставрированном Лиазе могут поместиться максимум 30 человек. Получается в тесноте, но не в обиде. Сначала панихида по усопшим, потом служба. Батюшка успокаивает. Церковь останется в деревне ещё на день. Прихожанам необходимо получить святое причастие. На следующей неделе автоцерковь отправляется в православное турне по району. Сразу на целую неделю. Между тем, заявки с просьбой прислать передвижной храм приходят уже со всей республики. Отец Андрей не отказывает. Единственное просит подождать, пока он на своём необычном автобусе не объедет всю свою паству. Сергей Савин, Игорь Акимов, Олеся Аргеткин, Олег Брыкин, НТВ, Татарстан, деревня Гулькино.